доброе утро всем девочки как ваши дела как здоровье и девочки и мальчики все на выписку готовы но думаю что еще подскажут точно здесь такой боди бодили кофточка как она распашон очка здесь ползуночки шапочка конверт готов с такой вот шапочкой что еще у нас здесь это вязаный костюмчик тепленькие носочки носочки готовы все парень готов при одет при работе так что еще хочу девочки кроватка собрана собрали ее немного заранее здесь вот бортики имеется мешки сидят постирали не такие надо паровым утюгом пройти паровым утюгом прошла эту полностью прошла кокон или как он называется собаки соседски вот паровым утюгом прошло все принципе полы мою уборочку проветриваю в комнате у них но в принципе все балдахинчик повешен все готово постелем паровым утюгом прошлась а здесь кроватку все приготовили значит что тут все здесь костюмчик все еще раз пропарила паровым утюгом все подготовила здесь конвертик на выписку внутрь все положила костюмчик этот остался только здесь кокон пропарила по паровым утюгом все все кроватку пропарила все приготовила вот проветриваю все перемыла все почистила короче говоря все там коляска у них углу все перемыла короче говоря все свою миссию я выполнила дома генеральную сделала и все всем доброго дня девчонки грею кушать все перемыла убралась комнату комнату у дочери приготовила все вот надеемся что выпишут сегодня все прибрала грею котлеты грею рожки вместе уже закинула устала как пес пока все перемыла и ванной и все на свете сами понимаете здесь у меня гусята сидят здесь у меня этот цветок который брат подарил не знаю не до цветов и до цветов и до чего дела нет всех приветствую как ваши дела здоровья цветочки нас радует здесь вот еще один такой красивый букет на выписку очень красивый букетик тюльпаны мои все уже думаю еще пару дней постоят и нужно будет их удалять приветствую всех дорогущие друзья как ваши дела как здоровья как успехи еще раз хочу всех поблагодарить за поздравления очень очень такие приятные хорошие поздравления спасибо вам огромное желаю вам счастья здоровья достатка и благополучия так сейчас мне нужно быстро хочу здесь в этой штучке уже ею пользуюсь готовлю все купила сегодня такое мясо знаете гуляш вот такими кусочками прям очень хороший сейчас нарежу быстро обжарю помою обжарю и потому что взять придет с работы у него раза держит пост поэтому нужно быстренько сейчас мне приготовить что-то кушать поэтому сейчас обжарю здесь все и приготовлю что-нибудь кушать пока будет обжариваться хочу вам показать что-то пришло что-то заказывала в озоне поэтому по поводу вот этой посуды которая здесь сегодня цены посмотрела вот это по 9800 до 4000 как пароварочка поэтому у меня нету имеется ввиду сайт с которого я выписываю я сама работаю кто хочет пожалуйста закажите плюс вес но вес этого примерно наверно килограмма может полтора может кило 800 от силы поэтому кого заинтересует можете написать ватсап я указывала номер можете написать так солнце ярко светит но на улице прохладно солнце как будто бы обманчивое что сегодня приготовим не знаю что-то быстро сделаю их знаете что хотела думаю выпечку какой-то но купила баурсаки готовые очень у нас мармеладка хорошо готовят как хорошо хорошие баурсаки сейчас покажу руки помою и так мясо приготовлю хватит этого дочери варю супы и маме кашу утром сегодня готовила и сами понимаете немного не когда те кто люди пишут мне на ватсап я прошу набраться терпения я немножко освобожусь отвечу выставлю товар отвечу всем обязательно я очень ответственный человек поэтому обязательно это сделаю прошу прощения просто сами понимаете пикотня су и там это ляля надо где-то что-то подсказать где-то что-то там съездила то бандаж нужен то еще что-то сами понимаете эти женские дела я считаю что сейчас дети счастливые все равно есть родители которые могут помочь когда замуж выходила я такого не было приходили с роддома тут все же ясноха в доме и мы так пахали что там никаких что у тебя там никого не волновало ты просто должен был работать все это никого не волновало все ты должен работать работать убирать за всеми мыть и все такое а сейчас дети сейчас молодежь счастливая но это хорошо так включаю сейчас масло налью и все и будет буду обжаривать мясо накрою пожарится приезжал сын на выписку сами понимаете все люди дома быстро нагреваются налью соевый соус потому что хочу с соевым соусом лук соевый соус как по восточному соевый соус очень хорошо размягчает мясо сами знаете поперчу дочери супчики варю чистого кодельки и без картошки но чтобы ребенка животик не болел лучше избежать вот этих картофельных всех таких бобовых картофельных по чесночу и посолю дочки сделаю отдельно курицу скорее всего может быть стейк из курицы пожарю что-то такое замалину и потому что может быть сегодня сделаю детям таку или пиццу что-то сделаю потому что давно не готовила некогда было даже до того некогда что приготовила кушать но детям купила поехала заказала донер привезла потому что ну правда у меня беготь не было суета и мэйта так все раз взяли надо пользоваться поэтому очень глубокое удобное порядочно мясо влезло несколько порций немного затемнело окно потому что солнышко прям ярко но при этом прохладно по усаки купила усаки очень вкусные хорошие прямо очень даже симпатичные хорошие поэтому скоро на урос и так буду готовить много чего будем живы здоровы все по усаки посидят потому как временем большим не располагаю пока готовится мы сделаем по себе полица полица мы распакуем то что пришло в сазон а мне и заказывала так не понравились смеси знаете брала белорусском это кекс пекла и думаю дай-ка закажу кое-какие ох ох кое-какую продукцию заказала как уже видите здесь сейчас вижу тут у меня что здесь фисташковый бархат готовая смесь бисквитный торт с тонким с тонким ореховым вкусом влажный мягкий воздушный сейчас прочитаю покажу вам состав разогрейте духовку до 180 градусов добавьте в смесь яйца растопленное масло молоко смешайте до получения однородной массы посмотрю сколько чего до добавить выложите тесто форму 55 это что 20 см и выпекайте в течение 50 50 55 минут написано аккуратно достаньте перед нанесением крема декорированием охладите приготовьте бисквит, как описано здесь. Ну и здесь указано сколько чего положить. Поэтому посмотрим и воспользуемся. Сколько чего положить. Здесь написано молоко 100 мл. Сливочное масло 100 грамм. И яйца 3 штуки. Нормально. Вот такой вот фисташковый торт. Он же также фисташковый бархат. Да, есть красный бархат, а это фисташковый бархат. Также у них имеется несколько видов этих тортов, этих смесей для торта. Но мне в пачке отшло по 2 штуки. Поэтому я взяла в наборе 2 фисташковых. Посмотрим, что за фисташковый бархат. Как раз у меня есть фисташковая мука. Если что, можно будет добавить. Итак, фисташковому торту быть. Сделаем что еще. Если понравится, то закажем еще побольше. Торт домашний. Готовая смесь. Основа для торта. Сейчас вам покажу. Ссылочки на эти товары оставлю в описании. Вот такой домашний торт. Две пачки тоже в наборе шло по 2 пачки. Вот прочитаем сейчас, подскажу, что нам понадобится 120 грамм воды, 100 грамм масла сливочное и одно яйцо для приготовления этого пирога. духовку тоже разогреваем, все смешиваем и домашний торт выпекаем. Тоже хорошее 400 грамм. Да, две одинаковые. 400 грамм, а здесь получается сколько грамм. Здесь не вижу сколько грамм. Тоже, наверное, так же. Не нашла я, ребята, сколько здесь грамм. А, 400 грамм нашла, все. Тоже 400 грамм поставлю так. Ну, ссылочки оставлю в описании. Может быть, кому-то нравится и спечете, спечете. Думаю, какой-то сегодня сделаем. Выбрасываем. Так, следующее что-то пришло. А, пирог шарлотка. Тоже в упаковке два пирога шли. Так, пирог шарлотка, готовая мучная смесь с пылу с жару. Премиум качество 100 протеста 50 грамм. Здесь что? Сахар, мука пшеничная. Что нужно приготовить? Так, что нам здесь нужно для того, чтобы приготовить? На иностранном есть и все. Настоящая шарлотка, только с яблоками. Готовая мучная смесь. А где что добавить? Здесь не напи... А вот, содержимое пакета высыпать в миску, добавить 4 яйца, тщательно перемешать до однородной массы. Форму для выпечки смазать маслом, посыпать сухарями яблоки 500-750 грамм. Желательно кислых сортов. Нарезать яблоки, порезанные дольками, можно выложить форму слоями, залить сверху тестом. И будет у вас шарлотка. Можем в принципе тоже приготовить такая шарлотка. Показала нет? Не показала, да? Вот такая шарлотка. Ссылочки оставлю обязательно в описании. С чем смешать? Лучше молоком мешаю, не мешаю водой. Зачем? Молоком размешиваем и все. Минуту. Здесь у меня жарится уже, все парится. Так, теперь купила пропитку для торта Irish cream написано. Все они одного способа приготовления. Вот 100 молокипятка нужно разбавить и пропитывать торт. это пропитка для торта. Шли в упаковке 4 штуки. В упаковке шли 4 штучки такие пропитка для торта. Ну, не знаю, честно, какое, что. Ну, думаю, попробую. Почему бы нет? Надо попробовать всегда. А вдруг действительно это упростит нам жизнь и как бы время наше сэкономит. Такое будем пробовать. Посмотрим. и что-то еще пришло и вроде бы все. Сейчас посмотрим. Что не помню, честно. А, все, вспомнила я. Я вспомнила, что фокачо заказывала. Смесь, смесь для фокачо. Тоже в упаковке здесь штуки идут. фокачо. такая фокачо смесь с пряными травами. Очень легко приготовить. Смесь, смесь, так, добавьте в смесь дрожжи, воду, масло, замесите однородное тесто. Поставьте в теплое место на один час. Ну, тесто на противень предварительно бумагой для выпечки или коврик. Нагрейте духовку. Ну, тут все. И написано дрожжи. А в некоторых дрожжи уже идут в смеси. Но сделаем вот такое фокачо. Нам две упаковки. Итак, вот такая вот продукция мне сегодня пришла. Все хорошо упаковано. Посмотрим. Не знаю, возможно, сейчас сделаем возможно, сделаем с вами не знаю сейчас ключок то ли попробуем может быть бархат. Посмотрим сейчас как и что. Была сегодня в Зетте купила не знаю для чего-то, но мне, я думаю, эта штука необходима. Сейчас ближе покажу. Такая отсвечивать не видно. Такая сеточка витер завыла. Ух-ух-ух тихо. И такую вот такую штуку купила для выпечки небольшую. Думаю, она же пригодится для омлета. Знаете, эти азиатские омлеты делать? Такая штуковина недорого. Около 1400 тенге такая штучка. Вот можно и в духовке. А это такая сеточка. Мне нужна такая. Не знаю для чего-то, но нужна. Иногда можно запечь что-то даже в этой сухой картофель приготовить. Так, эти штуки мне необходимы были. Нужны кому нужно взять и есть. я любительница знаете этих графинов. Графинов такие мне нужны. Этот с крышечкой часто ставлю цветы. Так красиво смотрятся в прозрачном графине цветы. да и вообще компот то-сё сами знаете заварить. Очень удобно и хорошая крыша. очень удобно хорошая не могу открыть достать потому что вот такой вот графин очень хорошенький. Мне понравился 1400 тенге по-моему был. красиво в нём цветы тоже. Люблю такие такой формы графины такой формы графины люблю. Очень хорошие как для цветов так и для разных напитков дешёвые но хорошие красивые. ещё такие же люблю хочу заказать белого цвета. Так как часто то разбиваются то отбиваются края сами понимаете. Вот дешёвые хорошие. На лето таких желательно несколько графинов потому что напитки какие-то там то всё делаем лимонад особенно лимонад. вот такие небольшие покупочки закупочки но думаю вам будет интересно наверное всё же приготовим если мы фисташковый бархат я бы тоже хотела тем более для фисташкового бархата я купила сыр посмотрим взяла виолетта творожный сыр посмотрим что он из себя представляет вот такой вот сыр виолетта 1050 кинги по-моему стоит такой не брала не знаю что на вкус он из себя представляет думаю сыр как сыр думаю что очень хорошо для торта подойдет для крема для крема будет хорошим очень с этим сыром можем сделать или коту купила такой вот со скидкой было кстати 500 чем-то тенге точно не помню но если понравится можно взять еще а как будто чтобы был шоколадный оказался он белая рикотта белая посмотрим на вкус это уже более такая знаете как будто бы как салатная ну думаю в крем тоже подойдет но для крема конечно это намного вкуснее сейчас достану масло духовку включу заранее масло достану сливочное сделаем крем пока будет выпекаться остывать раз он выпекается здесь получается написано 50-55 минут значит что нам нужно 100 молока 100 моло сливочного масла и яйца 3 штуки вот и приготовим совсем забыла показать вам одну штуку ну как штуку картину сын купил мне картину так мне она понравилась давно хотела в национальном стиле приближается на уровень и дорогая 9 с чем-то с копейками сейчас посмотрю 9500 такая вот картина в национальном стиле думаю лучше вам показать так вот такая вот картина в национальном стиле ну красивая тем более скоро на уровень я решила что будет красиво вот такие вот покупочки здесь значит остальное готовится пусть потихоньку тушится и мы приступим к выпечке торта и так значит я взяла 100 малых масла сливочного растопила как указано как указывает производитель да да говорится что нужно смесь яйца растопленное масло молоко смешайте до получения однородной массы и все но я так как смешала здесь уже масло растопила то есть то уже положу эту смесь сюда написано что фисташковая но белая почему-то может быть окрасится я не знаю но если что у меня есть фисташковая мука так указано 100 малых молока 100 малых молока сейчас посмотрим 100 миллилитров молока сделаем как тут написано 100 малых молока добавила 100 миллилитров молока добавляю окрашивается да есть краситель и добавим 3 яйца я уже подготовила разбила поэтому сразу сюда отправлю и уже буду мешать но сделаю наверное сегодня без добавления фисташковой муки уже от себя тяну не буду уже сделаю так как есть видите да зеленая сделала все как по рецепту такая получилась масса но тут немало получается порция немаленькая для торта 20 см написано но вроде у меня 20 см нету формы поэтому я наверное больше возьму одна у меня вообще большая возьму свою старую форму но она не 20 она больше я так думаю может и нет так сделаю обрежу края и так форму я застелила бумагой теперь значит отправим то что есть сюда и посмотрим что же будет испечем все сделала как на инструкции как по инструкции написано было так и сделала а уж что там теперь как испечется это конечно я не знаю но написано 50-55 минут поэтому естественно духовку на 50-55 минут поставлю дорогущие друзья поставила на 55 минут как только испечется посмотрим что за сделаем с вами крем все замажем смажем и у нас будет готов тортик готовлю так сейчас посмотрю что овощи туда пожарю лук все и на гарнир придумаю то ли спагетти то ли что-нибудь подумаю думаю все же производитель со временем выпечки наверное как подстраховался возможно или ну как-то не знаю ну какими-то другими может быть способствовался или ориентировался другим временем но здесь получается вот такой пирог как бы корж он уже испекся я так думаю смотрю шпажку проверяю его этой палочкой абсолютно сухая выходит поэтому я считаю что он уже готов ну пусть немного постоит и края отойдут и я его вытащу если вот таких два испечь да и пополам поделить четыре того это полноценный хороший большой торт выйдет но что здесь есть фисташки возможно я не знаю под сомнением но краситель присутствует ну пусть ладно яркий торт вот теперь думаю как какой он будет в разрезе сейчас посмотрим когда немного подостынет что в итоге получилось пока нормальное хорошее запах приятное хорошее такое не чувствуется прям такой химии нет нормально посмотрим но уже второй бисквит я выпекать не буду нам достаточно этого будет думаю что я его наверное порежу края так думаю что края я наверное обрежу ну и все в принципе сейчас перевернем опа он такой как бисквит знаете такой очень нежный хороший очень хорошо убирается бумага очень хорошая пока пока хороший яркий такой смотрите красивый я тоже недавно делала тортик яркий такой но и довольно таки красивый если два из печь прям пахнет таким домашним хорошим если два из печь полноценный хороший высокий торт получится и никаких считайте мучений поэтому сейчас остынет такой нежный хороший посмотрим сейчас чтобы низ не прилип к доске хочу сюда переложу очень такой пористый хороший сейчас пористость покажу посмотрите какой он пористый очень хороший как будто его долго взбивали миксером интересно хороший так ну что дорогие девчата ребята разделила я коржи на две части считаю что если готовить из двух пачек будет идеальный торт хороший большой торт края не буду срезать до зеленого так как для дома съедим и забудем так сливок добавлю где-то наверное думаю что на этот торт полстакана полстакана 100 мыло добавлю добавлю сметаны сливки сметана пару ложек сметаны добавлю не буду на масле сильно жирно будет 100 мыло сливок 2 столовые ложки большие сметаны добавила и сахар сейчас добавлю где-то наверное тоже ложек 5 наверное столовых добавлю сильно приторно тоже не хочу делать сейчас сметану со сливками немного взобью потом уже добавлю сыр вот теперь в полупроцессе когда уже немножко стали загущаться сливки я добавлю половину полпачки этого творожного сыра половину прямо и буду взбивать до пышности и так крем я взбила до устойчивой прямо пиков такой устойчивый хороший крем поэтому все этим кремом смажу вот такой вот крем получился такой видите при переворачивании тоже не выливается вот такой устойчивый хороший получился очень вкусный крем получился очень так теперь что делаем промазываем коржи и все очень много крема поэтому пропитывать не буду он довольно таки влажный сейчас быстренько вот так никаких украшений делать ничего не буду так как пробный торт делала что вообще получится пока все понравится а что там на вкус это уже посмотрим но я думаю что он не может быть невкусным из-за того что такой хороший крем вроде тесто тоже хорошее посмотрим как будто мало при поднимем и все все остальное все сюда все сюда этот немножко здесь поднимем края и все остаток крема весь сюда из-за расхода очень вкусный крем получился и на такой тортик маленький имеется ввиду невысокий хватает 100 малых сливок все несколько дней постояла не ели так клубникой все украсим все черта мальчик все можно сахарной пудрой сверху посыпать и все домашние обычный торт больше ничего не делаем хотела убрать его с этой бумаги думаю что уже бумаги прилип нет лучше оставить на бумаге так как есть все где-то час пропитается и готово все посыпали ванная потому что наверное она кисловатая я все же думаю вот такие коржи клубника сахар сахарная пудра сверху вот и все для домашнего сейчас поедание пойдет а если уже конечно украшать красиво то тогда эти две пачки уйдут эти две пачки нужно будет выпекать из двух пачек для высокого торта такая ванночки девочки вот такая здесь температуру показывает что очень удобно вот помыл ее хорошо и теперь воду зальем будем купать сегодня первый день разрешили медсестра врач посмотрите какие розы красивые большие высокие красота какая любви голубей идет вот воду зальем сейчас и будем купать колясочку ложили спал уже удобно